Июльских платежек за коммуналку жители края ждут с насторожностью. С первого числа выросли тарифы на услуги ЖКХ. Согласно постановлению правительства России, цены подняли по всей стране. В среднем сумма в квитанции не должна стать больше, чем на 4%. На краевой планерке Вениамин Кондратьев поручает строго следить, чтобы обозначенный порог роста тарифов не был повышен. В зоне особого внимания работа управляющих компаний, ведь именно они сегодня начисляют плату за коммунальные услуги. Нам правильнее будет, чтобы люди понимали и знали, как формируются коммунальные тарифы, из чего они формируются, какой принцип их формирования, на что оно расходуется. Надо на особый контроль поставить, на самом деле, вот первый, особенно месяц, два-три, когда будет идти переход, связанный с повышением цены коммунальной услуги. Вот здесь, коллеги, я попрошу реагировать на каждую жалобу, потому что одна жалоба, она может проецировать в целом на ситуацию. Вот здесь департамент цены тарифов и госжилу инспекции, я здесь попрошу, чтобы мы все-таки следили, чтобы эти тарифы не увеличились больше, чем на 4%. Коллеги, вот здесь под шумом у нас что угодно может происходить. Коллеги, никто не должен играть и играться с тарифами. Еще раз почувствую. Платить больше теперь придется за электричество, тепловую энергию, голубое топливо, но заметнее всего цены поднимутся на холодную воду. Увеличение тарифов было вынужденным, чтобы модернизировать коммунальную инфраструктуру. И без того еще в 2015-м по поручению губернатора каждый год во всех районах за счет бюджетных средств и привлечения инвестиций стараются заменить хотя бы 5% инженерных сетей. Но этого явно недостаточно. По-прежнему серьезно остается проблема, например, с водоснабжением в Ейске. Мы же говорим о том, что сегодня курортная отрасль это тоже одна из важнейших отраслей нашей экономики. А Ейск тоже вносит свой, пусть небольшой, но достойный вклад сегодня в копилку дивидендов от курортной отрасли. Но какая может быть там тогда атмосфера для отдыхающих, если вода подается по часам? Начало июня, июль месяц у нас каждый год случается эта проблема. И нам нужны сюда, на территорию Ейск, дополнительные объемы воды. Но я знаю, вы дали такое поручение, есть проект, разрабатывается. Сможем в следующем году начать строить. Это строительство двухниточного исполнения, это будет по 500 миллионов в год не меньше. То есть там достаточно большая протяженность, и это очень дорого. Диаметр водовода порядка 1000 миллиметров. То есть диаметр метра трубы, и протяженность там у нас суммарно больше 50. В этом году завершаем проектирование, и в следующем году приступаем к строительству нового водовода, который позволит Ейску не испытывать ни трудностей, ни перебоев с водоснабжением. По графику в дома подают воду и в некоторых районах Новороссийска. Перебои с водоснабжением и в Темрюке. Всего по краю из 31 тысячи километров сетей в замене нуждается 14 тысяч. Это почти половина. По мнению Вениамина Кондратьева, чтобы решить этот вопрос, необходим комплексный подход. В том числе нужно активнее привлекать инвесторов. По каждому проблемному муниципалитету составят пошаговый план, как в течение ближайших 3-4 лет наладить водоснабжение. Ейск, Темрюк и Новороссийск. Вот те города, которые максимально сегодня репутационно страдают, потому что на самом деле курортные города это раз. А во-вторых, Новороссийск это еще и портовый большой город. Вы дайте четко вместе с главой муниципальных образований алгоритм, дорожную карту. И если нужно выделять, значит будем выделять. Значит так же сделаем защищенными эти статьи и суммы. И все, и закроем эту тему. Мы не можем кочевать из года в год с проблемой водоснабжения в современном Краснодарском крае. До 2021 года, чтобы все-таки мы постарались эту тему закрыть. Если мы тарифы поднимаем, качество услуг должно быть с размера тому, что мы поднимаем тарифы на эти услуги. А когда у нас тарифы растут, а качество не растет, оно еще и отстает с каждым годом. Ну тогда конечно будет возмущение людей, и людей понять можно. Качество, еще раз подчеркиваю, услуг, которые оказываются населением, должно быть соответствующим. Такие позитивные изменения кубанцы могут заметить с подачей тепла в дома. За последние три года, в том числе и за счет повышения тарифов, удалось построить и реконструировать больше полусотни котельных. В этом году запланирована модернизация еще 40 источников тепла. Мария Крошина, Алексей Комаров и Артур Завада. Кубань-24, Краснодар.